здравствуйте мы снова вместе с днем рождения тебя то что тебе сегодня исполнилось 15 лет поздравляю тебя так то у нас иван это мой друг а еще кто родной брат елена александровна савинич иван мы на тебя надеемся мы селена на тебя надеемся ты наше садовое будущее вот придет время и слова ботани будет звучать громче чем даже космонавт ну что поздравляем тебя мы знаем что ты по ту сторону экрана вот вот наша дружная садоводческая семья человек которого знают в ленинском детске кузбассе как доктор хан значит человек который когда-то которого когда-то я сказал что на участке вырастить очень сложно вот он взял на зло всеми даже мне вырастил полтора метра до воды вот переделка почвы я вам рассказывал вот результат и уважаемый Вячеслав Тимофеевич только в следующем году уже будет не единичный урожай у вас а настоящий урожай абрикоса будем на это рассчитывать я возьму и приглашу к вам ваше же кемерское телевидение то самое которое было у меня вот мне кажется что страна должна сдать свои героя хотя бы земляки так друзья читаем решила отправить вам небольшой фотоотчет о проделанном на работе садоводстве с 2017 года ой давно ли это было когда я впервые увидел ваши ролики поверила вашу технологию в этом году получила первый урожай членков слив приведет их в 18 году вы курсе что в 17 году это было несколько месяцев назад это это был не полный год назад а вот эту сувенировка и ника привиты были на взрослую не крупную желтоплодную сливу а у меня на желтоплодных не пошли так скоро меня выживут это мои ученики все больше и больше успешных примеров на вкус очень сладкие и сочные фото внизу заскакиваю вперед показываю видите чудо да видите а у меня еще два десятка фотографий сейчас отвлекаться не могу может потом покажу может другой раз то есть увидите молодой сад вот это пожалуйста что мы имеем мы имеем сагитова зоя дольфона живет она в Иркутской области а там вырастить еще сложнее чем даже у меня и даже чем у нет может быть не труднее чем Кемеровской области дело в том что везде еще какая почва какой ландшафт в общем но нелегко ладно смотрим дальше внимание еще одно письмо приходит для меня каждое письмо это ценность не забуду смотрю всегда все семинары видео даже по несколько раз мне конечно больше нравилось смотреть длинное видео вот я и выделил никому не нравится длинное спасибо хотя бы вам понравилось мне пришлось перейти на короткие чем ты занимаешься на кухне и слушаешь но сейчас когда стали делить на части думаю что просмотра будет действительно намного больше но намного больше не будет у меня же как у меня допустим название какого-нибудь видеофильма ну начинается слова обрезка да и за год тысячу просмотров а в это время там где с помощью обрезки учат уничтожать сады прямом смысле не в каком то там это самым запуском прямом смысле не терять сады а там 100 тысяч просмотров 40 тысяч просмотров 300 тысяч 500 тысяч миллион с лишним вспоминайте мы проходили вот то есть мы делим делим на куски спасибо моим помощникам вот и очень я их благодарю но пользы пока от них крайне мало мы пока отстаем так теперь не знаю что тут на экране случилось так можно надеюсь что все в порядке теперь значит я что хотел сказать вы знаете мне в свое время что поразило когда мне женщина то ли написала то ли написала то ли позвонила и сказала вы знаете ваши ролики лечебные еще те помните длинные трехчасовые вот я их смотрю смотрю и засыпаю но не обижайтесь я просыпаюсь совершенно здоровый совершенно здоровый вот так вот а нет это то же самое я на себе заметил ну хорошо читаем дальше вот так короткий ролик все равно посмотрит мне супруг говорит что в одноклассниках что не заметка и видим на это месяц так все просад потому что это меня интересует больше всего и думаю это навсегда теперь смотрите я возвращаюсь немного назад вот смотрите что мы продолжили читаем письмо дальше косточка от бродского внимание урожай 2017 года пролежали у меня в холодильнике целый год в сухом виде пластиковые тари вот я делаю в девятнадцатом году поняли взошли несколько персиков вишня слива абрикосовая вот это второй абзац комментирую значит мне приходи пришлось целый год целый год это 2017 да торговать с косточками ну скажем залежалами то есть я продавал в 2016 год был супер урожай а в 2017 году урожая не было так и пришлось продавать а сильно много было в 2016 год я и продавал второй год подряд ну назовем их залежалами что меня поразило судя по количеству откликов удачных и неудачных получилось что залежалы сошли еще и лучше это было для меня откровением я беру набираю номер Бродского вот он видите о нем речь и говорю Григорий Васильевич что-то не то ближе всего от лежали абзацы еще лучше и вот ответ был такой а ты что этого не знал так и должно быть вот видите даже мне уже последние годы приходится с чего-то учиться так последний абзац 2 нектарина из магазинских косточек выросли высотой полметра я их пересадила ветра спустила в подвал вы знаете вот эти 2 нектарина если бы вы их оставили в своем иркутском климате они бы замерзли 100% тем более в магазины вот я бы немножко иначе бы сделал я бы подождал зимы подождал пока капитально уснут ну не до 40 градусов морозов хотя бы до 10-20 и после этого я бы снарядил с них черенков а весной это наш сегодняшний разговор будет именно о черенках о черенках поэтому это как бы начало разговора вот я вот эти черенки я бы сохранил до весны как я расскажу чуть позже чуть ниже вот и смог бы я бы смог бы на вашем месте весной привить так более вас вы же прививали вот было что почем значит я бы смог бы на вашем месте уже их пусть по укровной полукровной форме но все таки в саду держать вот эти метра потом уже займет бы уже или потом бы может быть просто остатки то что после осеной отрезки остались бы там огрызки вот я бы просто засыпал бы снегом и все вот ну и вот ваш вариант спустили подвал но весной опять его садить фактически по новой придется то есть я предложил метод ну может быть чуть-чуть получше так пошли дальше значит передаю большой привет Марине Кодиной это третий уже случай самый скромный видимо желающий понемножку тает было уже два случая когда она большие заказы делала от имени своего клуба я вам скажу что вот после таких вот больших заказов вот когда весь клуб скидывается каждый себе заказывает что уже желает именно Иркутск а может оказаться лидером в Сибири перехватить лидерство это легко сделать Саногорское садоводство а это был центр садоводства полностью умерло это я говорю потому что я знаю что говорю вот значит где-то тлеет Минусинская Бакан тлеет можно так сказать и остальные регионы отстали от нас далеко и вдруг вот такая активность ну если бы была Иркутская региональная конференция Марина Кодина вот она выступила рассказала о Садоводстве Железова конечно уже все давно забыто но когда так надо начинать выступила с докладом после нее я еще раз напомню что все что вы видите уже вот это это уже эффективные гибриды ну как говорит Ирина Савинич слепопутник она в Мичуевске не обнаружила ну вот они обнаружились в Иркутске пусть это начало но хорошее начало и вот значит я про Марину после Марины выступил я говорил но давно все забыто я сам видел этот ролик своими ушами слышал глазами выступил сотрудник или директор Иркутского ботанического сада ученый и вдруг вопрос из зала скажите как вы относитесь к вытретивной гибридизации Железов ответ ну вы догадали значит научный мир не поддерживает все остается одна Марина этих всех поднапрячься спасибо что вы сделали такую работу это значит ну почти бескорыстно и вот тут скидка и значит будем надеяться ну сами согласитесь что вот это рядом с вами вот с Агитова только у вас я смотрю районы разные в общем догоняйте и обгоняйте догоняйте Саеногорск очень сложно вот теперь идем дальше следующее здравствуйте Валерий Константинович только что звонил из Кемера о доктор Хан и это самое Сафронов Антон Валерьевич видите землячка у вас тоже шевеление началось в отличии от Саеногорска вышли выживайте пожалуйста катал семян косточек это очень важное письмо и реакция на него местной купила три годовалых амурских абрикосов выращенных из косточек посадила на холмики высота зарета более чем 2 метра ну и плохо так не знаю надо их приливать ну а как на этот вопрос отвечу я знаете как дальше разговаривать почему продолжился я говорю вы уверены что это амурские ну амурские это культурные ну амурные пусть вместо слова амуры амурские амурские это самое ну да правильно есть амур производное слово амурские значит все таки правильно говорим амурские абрикосы значит если они настоящие а как я отвечу если это дикари надо бы привить а если все таки ну пусть явно что раз уж это были сеянцы она знает что скотчик видимо и продавец не обманул так и рассуд прекрасно ну может я может я но я то не этого не знал я говорю ну разберитесь там на месяц так ну дочитаем пока есть годовая яблонька наверно тоже надо прививать конечно думаю что научить технологии прививки это я к тому что кроме косточек еще и привой надо будет выписывать зарегистрированы на вебинаре и так далее мне ну про возраст пока не будем связаться по телефону подарок еще осилим если создатель оставляет нас в этом мире значит мы нужны многое предстоит еще сделать с уважением научным правилам Антонина Скугорева значит я почему вот это вот я это понимаю сейчас пару моментов раз создатель оставляет а я иногда говорю а вот мне не будет а кто продолжит это нормальная реакция нормальный страх но у меня в отличии от большинства людей страха смерти нет потому что люди думают все таки в ящик и на два метра по землю червям на корм а я то знаю что это не так мне то легче вот я просто страхуюсь я говорю ребята быстрее покупайте семена пока я в состоянии вот и я знаю что я просто улечу даже не уйду как говорит тот мир улечу и никакого беды нету в этом вот и страха нету я то знаю вот ну так получилось что есть такие люди избранные которым дано это знать вот и получается а вы мне как бы ну чуть-чуть где-то в телефоне или где пытались соприкнуть ну куда вы торопитесь да не тороплюсь я что отмерено то отмерено вот в других мирах куда мы попадем там тоже надо сады расти так что ничего страшного а на моем место придете вы теперь это первая такая сентенция о другом значит эта история не закончилась сейчас я вот это пока пропускаю фотографию дело в том что последний момент прислал письмо прямо ко мне на электронный ящик это очень важно давайте вместе читать то есть она не знает что она растит значит не знает привать или не привать я поинтересовалась кемерово об ИП кислицина сады там действительно продают но по поводу ИП я сомневаюсь надо было сомневаться когда покупали как сказал продавец три годовалых абрикоса приобретенные у них выращивались косточки Бродского здорово и как он их приобрел не сообщил на этот момент я скажу еще пока подозревать человека не в чем я целый год продавал косточки Бродского когда им уже были деньги а у меня наоборот какой же год то был в семнадцатых что ли я как раз своих абрикосов почти не был а я его прямо посылку за посылкой тогда и брали лучше и заказов было больше вот может и он также кислицин может напрямую я знаю что было несколько крупных заказов вот и все то есть Боже подозревают хорошего человека узнав о моем намерении заняться врачом абрикосов но это видимо не кислицин видимо там продавец порекомендал нескольких садоводов с Алтая и Иркутска и так далее ого а где на Алтае а где в Иркутске маточные сады м да та краткая информация которую я получил у тебя по поводу зимовки саденца во многом противоречит вашим доказательствам как бы ни было заманчиво общение с собратьями по интересам я не буду забивать себе голову голову на ваших видео предоставить информацию для обучения это уж точно даже слишком много поэтому источникам моего обучения ваши видеоматериалы и вебинары а на три амурса подрастут разберемся правильно оптимист так теперь я использую это письмо для того чтобы лишний раз сказать вот мне ко мне лезет все время лезет и лезет реклама я вам кое-что покажу ниже покажу как разбираться а пока коротко понятно значит еще раз добавлю от себя красивейшие каталоги смотреть не пересмотреть ну когда начинаешь разбираться плоды нарисованные а или прямо с интернета надерганные и начинается и вот я еще раз особенно когда раз меня слушают появляются новые люди итак первый вопрос позвонили именно позвонили вот а потом ну все можно сказать откуда дровишки ну это я образно вот второе где маточный сад где расположен ну просто вот есть же деревня Ивановка деревня Петровка деревня где маточный сад следующий момент очень важный тут уже все если до этого вам еще могут голову ну то есть там лапши навешать да вот тут начинается самое страшное спасибо это самое за информацию можно ли приехать с тазиками коробками ведром ну добавить что нам бы с комом земли нам бы ну может быть землю пожалеть но чтобы все таки постараться выкопать так чтобы побольше места занимало а не то что я пришел в магазин а там стоят умирающие деревья деревьев деревца вот и наконец я добавил это я все эти три пункта уже заморочил голову четвертый пункт добавил один раз я попробовал вот тут то они у них лапша и кончилась вот не знаю я что тут надо делать а так может быть опять что то не получается что то то значит пока сапрона работает я опять замолкаю 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 или продолжать так вот пункт четвертый очень важный один раз я взял и лапшу весь лапшой завешенный я спросил так задал вопрос сказал скажите мне пожалуйста то что я вижу на экране ну то есть на сайте на вашем это такие вот сорта я был на вебинаре на семинаре в Москве и там сам академик Еремеев показывал нам испанские да испанские слайды с Испанией какие там красивые фрукты там то что они выращивают испанские ученые вот это я так говорю вы понимаете ваши судя по фотографиям достижения больше они тянут там на Нобелевскую премию вот на ордена на звание скажите кто вот это вырастил раз вы торгуете кто назовите мне фамилию я хочу с ним подружиться я прикрылся конечно таким наивным вот я хочу что то от него перенять во-первых лутки понятно да мы идем дальше тогда раз так сейчас я тут не промахнулся ли у нас будет с вами отдельный разговор знаете в каком плане вот значит вот эту фотографию одна из там десяти двадцати мне прислал наш друг садовод из латвии так вот значит тут картина совершенно отличная казалось бы то же самое что у дяди Вани этого так под Ленинградом где-то до воды шестьдесят восемь сантиметров нет на фотографиях у латвийского садовода который занимается интродукцией именно моих семян и прочее значит я увидел нормальный лес все прошу прощения телефон звонит ну еще одну фотографию покажу видите вот так стоит неделями вода а вырастить можно значит дело в том что Андрей 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 здесь фамилия у него наверное я ему ссылал эти самые материалы но фамилию сейчас не вспомню но в общем для нас он Андрей Андрей из Латвии вот и вот он мне пишет вот одно из двух писем очень интересно еще раз говорю про Латвию про погоду природу вода где есть где нет мы поговорим отдельно может быть даже не сегодня вот сегодня более такие практические советы вот например вот он зарубеж дальние зарубежья Латвия так приобрел привычный нож кина и качество прививок заметно возросло вот смотрите цифра которая меня ошарашивает ведь он же далеко не этот не не академик привил около двухсот прививок и не прижились только четыре абрикоса по двое по двое на манджурец по двое на манджурец по двое на манджурец еще ладно да еще привычные сорта ну то есть давно снюхались которые все таки они должны на манджурец но а лучи откуда он взял Андрей это не мое у вас прижились на лучи то есть вы волшебник это раз запишите себе где-нибудь а то вы это самое так сказать можете не поверить что Железов сказал что я Андрей волшебник это раз и второе вот эту линию с лучой надо будет что продлять а как поговорим теперь спасибо за советы помощь вебинары был у него небольшой акцент но ничего и вот его это знаете почему я вот эту вот фотографию разместил Сергей с саженцами не сравнивайте пожалуйста цену саженцев ценой на водку это не сравниваю вещь если бы ваши вебинары слышали ваши саженцы они обязательно бы обиделись а тем кому нужна паленая водка навряд ли интересуются садоводством я с вами не согласен вот как можно сравнивать не сравнивать когда я это изучал то ли в школе то ли в институте что такое деньги деньги это мера труда или мера товара то есть вот и все вот лежит саженец лежали помните я вам показывал мертвые он их выкопал все никому не понадобились они лежали лежали высохли он их выбросил а Елена Александровна видели мешки помните с жерделями 250 рублей 250 рублей двухлетка двухлетка 250 рублей вот сколько стоит водка мне вам можно не говорить это по моему и шорт лапе хоть это вот и что получается получается водка нужней и так получается ее всегда возьмут а вот эта фотография для чего качество саженца нигде никогда вы не купите такого качества саженца который в этих коробках и уже за вас обрезано специально чтоб не дай бог вы посадили не это все равно с ней обрежете жалко и вот получается что ну вот здесь вот например сейчас я отрекусь на секунду надеюсь вы меня видите слышите я сейчас зайду на как это называется ну на себе гостевую книгу на секунду буквально почему потому что ну буквально подсказывать надо ну как это с с с с с с с с с